Итак, сейчас Константин Сергеевич Кравцов расскажет про квантовую криптографию. Так, давайте начнем. Приветствую всех здесь. Лекция посвящена квантовой криптографии. Сразу скажу, что я не претендую ни на какую полноту. Я попробую объяснить основные принципы, откуда все это берется и, собственно, как это можно использовать. А более практичная лекция будет сегодня после обеда. Там уже, наверное, расскажут про больше, про то, как сейчас обстоит дело с использованием, с применением этих систем на практике. Давайте начнем. С самого начала, что же такое криптография? И основная задача этой науки – это организовать обмен информацией между двумя абонентами. Обычно их называют Алиса и Боб. И хочется организовать эту передачу информации так, чтобы даже если кто-то, какой-то злоумышленник, Ева, от слова eavesdrop, подслушивать, если Ева хочет получить доступ к этой информации, она может прослушивать канал связи между Алисой и Бобом. Нам бы хотелось все равно как-то эту информацию защитить от прослушки. Криптографию мы используем так или иначе каждый день, потому что любая платежная система, любой мессенджер, любой разговор по мобильному телефону – все это так или иначе шифруется, потому что безопасность персональных данных – это существенная задача, которой посвящено много исследований и разработано много технологий. Таким образом, если в начале 20 века криптография была чем-то таким особенным для всяких секретных агентов и шпионов, то сейчас мы имеем дело с криптографией каждый день. И в чем же, собственно, проблема? Ведь все знают, что все это шифрование, оно так или иначе работает, и, казалось бы, что еще тут можно придумать? И действительно существует большое количество шифров, которым люди доверяют. Вот они здесь выписаны, некоторые из них. Они так или иначе стандартизуются, то есть у каждого государства есть набор шифров, которые рекомендованы к применению. А в некоторых случаях это прямо обязательно к применению, если это касается, опять же, каких-то важных данных или секретных. Такие шифры, большинство из них это блочные шифры, так называемые. Идея в том, что есть секретный ключ, ну и стандартный размер ключа это где-то 256 бит. И, собственно, степень того, насколько эти шифры совершенны, она вот показана здесь. То есть есть шифр IES, в котором ключ 256 бит значит всего возможных ключей, 2 в 256 степени. Чтобы подобрать ключ, самое лучшее, что можно делать, это осуществлять перебор ключей. Так вот, наилучшая известная атака на сегодняшний день, она сокращает размер пространства поиска с 256 бит до 204,4. То есть фактически в три раза она уменьшает объем, который надо перебирать. Но понятно, что одна цифра, да, 2 в 256, что вторая, они запредельно большие. И никаких шансов, значит, подобрать ключ. Нет. Таким шифрам доверяют в том числе даже с учетом развития квантовых вычислений, да, как Стас уже говорил сегодня. Квантовые компьютеры, они позволяют некоторые задачи решать намного более эффективно. Это, в частности, алгоритм Гровера позволяет осуществлять перебор принципиально быстрее, чем это можно сделать в классике. И, как опять же уже упоминалось, вместо перебора всех N вариантов достаточно перебирать в достаточно порядке корней из N операций. Таким образом, если мы учтем возможность существования хорошего квантового компьютера, то фактически нам надо просто удвоить длину ключа. То есть вместо 256 бит мы можем использовать 512 бит и быть уверенным, ну, по крайней мере, насколько современная наука сейчас осведомлена об этих вопросах, можно быть уверенным в том, что даже с хорошим квантовым компьютером такие шифры не ломают. И все казалось бы замечательно. Более того, существует так называемый ключ код Вернама или по-другому одноразовое блокно. Такой шифр обладает теоретически стойкой защитой к прослушиванию. И идея в том, что нам достаточно взять, ну, как бы наше исходное сообщение, вот этот plaintext, это некая битовая последовательность. Мы должны взять ключ такой же длины, тоже случайно битовую последовательность в качестве ключа. И дальше делается операция просто по битовому сложению, по модулю 2, между, о, пардон, между вот этими битовыми строками мы получаем шифрованное сообщение. Расшифровка, пардон, этого сообщения производится тоже самое. С помощью того же ключа мы делаем еще раз эту операцию сложения и получаем исходный текст. Для такого шифра существует доказательство его секретности. Тут хотелось бы ввести сразу понятие энтропии случайного процесса или какой-то случайной величины, так называемая шимановская энтропия, ее определение показано здесь. Фактически это объем информации, количество информации, которое связано с некой случайной величиной. Если мы хотим получить объем информации в битах, то вот этот логарифм должен быть двоичен, логарифм по основанию 2. Ну и, собственно, как это определять? Если у нас есть некая случайная величина, которая принимает значение от единицы до n, и у каждого исхода есть соответствующая вероятность, вот эта p от x и этого, то надо просто просуммировать такие выражения для всех исходов, и мы получаем количество информации в битах. В частности, если мы возьмем идеальную монетку симметричную, то есть у нее 2 исхода, либо орел, либо решка, то, соответственно, есть 2 варианта, у каждого вероятность 1, 2, и если подставить это в эту формулу, то мы получим информацию ровно 1 бит, правильно? Потому что, собственно, подбрасывание монетки дает нам информацию в 1 бит. Если мы возьмем 2 монетки, то там 4 исхода, если мы все это просуммируем, мы получаем 2 бита, ну и так далее. Экспонентально это все растет, количество вариантов. 3 монетки, 8 разных вариантов равновероятных, соответственно, кредит информации. Так почему же, собственно, вот эта схема с одноразовым блокнотом дает информационно-стойкую шифровку? Дело в том, что поскольку у нас ключ равен по размеру нашему секретному сообщению, вот здесь это показано просто графически, то есть ключ это случайная последовательность бит. Здесь они просто представлены черными и белыми точками. То оказывается, что энтропия нашего исходного текста равняется энтропии исходного текста при условии, что шифровка выглядит конкретным образом. Почему это так? Потому что, опять же, объем информации в самом сообщении он просто равен информации в ключе. И от того, что мы провели зашифровку вот такой картинки, мы получаем что-то, что в общем в точности похоже на ключ. То есть это просто случайные биты, и они от того, что мы сделали вот эту операцию, они стали менее случайными. Таким образом, значит, зная зашифрованное сообщение, мы никак не можем ограничить количество возможных исходных сообщений. Поэтому попытки какого-то поиска, перебора, они заведомо бессмысленны. Но, казалось бы, все те шифры, которые люди используют, блочные шифры, это идеальный шифр, который на практике его трудно использовать, потому что нужны очень большие ключи, и там есть некоторая проблема с проверкой в целостности сообщения. То есть в нем можно менять какие-то биты отдельным образом, не меняя все остальное. Все эти алгоритмы требуют распределения ключей. То есть ключ должен оказаться и на стороне Алисы для зашифровки, и на стороне Боба для расшифровки. И, собственно, спрашивается, а что можно сделать, чтобы распределить эти ключи. Оказывается, есть некий математический трюк, который позволяет так же это сделать. Такие алгоритмы называются асимметричным шифрованием. И идея в том, что для того, чтобы зашифровать и расшифровать, нужны разные ключи. То есть в стандартной схеме его использования есть публичный ключ, который кто-то может опубликовать, и с помощью него любой человек может зашифровать сообщение. Для расшифровки требуется знать закрытый ключ, который никому никогда не передается. А вот он как был сгенерирован, так он и хранится в надежном месте. Соответственно, вы шифруете сообщение, отправляете его адресату, только он может произвести расшифровку. Такие штуки, они так или иначе связаны с некоторыми сложными математическими задачами, которые в одну сторону. Легко сделать, например, взять произведение двух больших простых чисел. Эта задача простая, как нам объяснял Станислав. А разложение на множители такого произведения, оно в классике является, по-видимому, нерешаемым. То есть это экспоненциально сложная задача. Но, как уже было сказано, квантовый компьютер, большинство тех шифров, которые мы сейчас используем, он может эффективно взламывать. Потому что там эти задачи из класса очень сложных, экспоненциально сложных, переводятся в класс полиномиальных, то есть те, которые можно решить за разумное время. И действительно, если с появлением хороших квантовых компьютеров, вот такие алгоритмы, они перестанут быть надежными, то есть нельзя будет доверять уже зашифрованным таким способом данным. Более того, что мы можем сказать про асимметричные шифры? Дело в том, что на данный момент никакого доказательства того, что вообще существуют вот такие односторонние функции, нет. То есть хотелось бы, чтобы было как на картинке. В одну сторону прокрутить можно, а в другую сторону абсолютно никак нельзя. Но оказывается, что вот этот вопрос о существовании таких односторонних функций, он очень тесно связан как раз с нашей любимой задачей и равно ли pmp или нет. Если мы покажем, если кто-то покажет, что такие функции существуют, то есть тем самым докажет состоятельность вообще такого способа шифрования, то тем самым мы докажем автоматически, что p не равно np, и это будет огромный прорыв и кому-то миллион долларов. Вот. Поэтому, что касается математических способов шифрования, там, в общем, есть довольно существенные ограничения. Как это на практике выглядит? Вот, например, ключ RSA, который Google использует для аутентификации своих сервисов. То есть, когда вы куда-то на их сайт заходите, то компьютер автоматически проверяет подлинность сайта, что это действительно сервис Google. Чтобы проверить подлинность, Google публикует вот такое число. Это произведение двух простых чисел. В нем примерно больше 600 значащих цифр десятичных. Вот, но это произведение двух простых чисел. Если кто-то из вас придумает, как вот это число разложить на множители, то, в принципе, это вообще будет большой прорыв в плане взлома существующих систем. Вот. Ну и, наверное, это как-то можно монетизировать, хотя я к этому никак не призываю. Вот. Но попытки перебора, да, то есть каждый может посчитать, сколько нужно перебирать вариантов, чтобы найти, потому что наши лучшие алгоритмы по разложению на множители, это фактически перебор всех простых со множителей, от двойки до корней из n. Вот. Такой перебор нужен, ну, порядка там 10-300 разных вариантов. Надо попробовать. Ну, понятно, что это запредельно много, и вот таким способом взломать нельзя. Ну, квантовый компьютер здесь, возможно, нам поможет когда-то. Так все-таки, значит, что мы можем предложить еще в качестве распределения ключей? Значит, по математику мы поняли, что оно, в общем, работает, но нет доказательств, и поэтому какие-то совсем серьезные вещи этому доверять нельзя, да. Может, у кого-то в подвале там стоит хороший квантовый компьютер, просто он никому не рассказывает, а читает все шифровки, которые люди пересылают в интернете. Ну, давно было понятно, что физика тоже как-то может помочь эту задачку решить. Вот. И первый подход – это то, что называется защита на физическом уровне. То есть, в принципе, это такие же системы, как действительно, взяли, напечатали сообщение, закрыли в сундук замком, и ключ к этому замку является, собственно, необходимым элементом для того, чтобы получить доступ к сообщению. Сейчас это больше, ну, более как-то формализовалось. То есть, такие системы защиты, они связаны с так называемыми физическими не клонируемыми функциями, да. По-английски это PUF называется, да, Physical Unclonable Function. То есть, это тот самый ключ. Вот этот ключ считается, что при определенных условиях его трудно скопировать. Действительно, если у вас нет специального станка, да, ключ, такую копию этого ключа изготовить трудно. Вот. Но есть всякие множества всяких других физических реализаций этого дела. Ну, например, возьмите какой-нибудь кусок стекла, сломайте, да, это будут две половинки, которые каждая из них довольно случайная, но они идеально подходят друг к другу. Если с помощью вот этой вот штуки как-то преобразить сообщение до неузнаваемости, то при определенных условиях можно сделать так, чтобы вторая половина, она могла восстановить вот это вот преобразование и, соответственно, вы можете прочитать ключ, соответственно, прочитать сообщение. Вот. Это один подход. Понятно, что он тоже не идеален и в рамках классической физики, какая бы ни была бы хитрая у вас система, какой бы хитрый ключ ни был, в принципе, копию его делать, конечно же, можно. То есть можно провести его измерение там с нужной, необходимой точностью и сделать ровно такой же. Вот. Поэтому взломышленный, в принципе, может взломать, да. То есть здесь никаких гарантий, что это невозможно подслушать, конечно же, дать нельзя. Но иногда хочется вот покрепче запереть свои секреты под замок. Второй подход, так называемая стегонография, это вообще сокрытие самого факта передачи информации. То есть под видом чего-то безобидного вы в том числе передаете что-то, что, не знаю, какой-то секрет ваш сообщает кому-то другому. Вот. Ну здесь наивный такой пример, да, с нотами, то есть в качестве вот шифровки вы можете использовать разные ноты, да, и под видом каких-то музыкальных произведений вы можете там доставить некое сообщение. Всякие невидимые чернила, да, всякое сокрытие в цифровых изображениях. Например, вы можете сделать картинку, синтезировать, да, искусственным образом, где в младших битах, ну, например, яркости каждого пикселя вы можете передавать какую-то нужную вам информацию, да, и под видом просто картинки в интернете, которая визуально ничем не отличается от исходной, да, вы можете передавать какую-то скрытую информацию, и если человек знает, что она там есть, то какими-то нехитрыми манипуляциями можно оттуда ездить. Опять же, никаких гарантий, но как бы подход вполне себе состоятельный в некоторых случаях. Вот. Ну и казалось бы, что, ну вот, по всей видимости, это все подходы, которые могут быть, и в рамках классической физики, значит, никаких гарантий секретности сообщения дать нельзя. Вот. Но здесь приходит на помощь квантовая физика, где существует понятие неортогональных квантовых состояний. Это штуки, которые с одной стороны отличаются друг от друга, а с другой стороны мы не можем гарантированно сказать каждый раз, что с чем мы имеем дело, с одним или с другим. Вот. Ну, идея очень простая. Как вот эта квантовая криптография родилась? Если в классической физике у нас всегда есть опасность, что наш ключ возьмут и скопируют, да, то есть делают копию, и которая отправится к злоумышленнику, то в квантовом случае мы можем передавать информацию с помощью отдельных фотонов. И поскольку фотон – это неделимая частица элементарная, то, соответственно, он попадает либо вашему партнеру, да, которому вы хотели передать эту информацию, либо если его как-то ловит злоумышленник, да, то он уже бесследно исчезает там у него, да, он не может одновременно как бы доставиться и туда, и туда. Более того, что еще что нам помогает, то, что фотон, во-первых, невозможно скопировать, то есть если мы не знаем квантовое состояние, мы не можем сделать его копию. Это довольно просто доказывается в рамках квантовой механики. И если мы пытаемся измерять фотон, да, то мы неминуемым образом меняем его квантовое состояние. Вот. И с помощью вот этих базовых принципов можно организовать систему распределения ключей, такую, которую невозможно подслушать. Ну, давайте попробуем начать с самого простого. Мы берем пару неортогональных квантовых состояний, то есть это модель, которая очень похожа на протокол B92. Берем пару неортогональных квантовых состояний, и Алиса случайным образом посылает то одно, то другое. Ну, можно считать, что это будут логические нолики и единички. Что делает Боб? Понятно, что поскольку два состояния неортогональные, Боб не может для каждого из фотонов сказать, что это конкретно. Либо это нолик, либо единичку. Но некоторые фотоны он с определенной вероятностью может измерить. Ну, например, если фотон, вот если мы возьмем, как здесь на картинке, либо горизонтальная поляризация, либо под 45 градусов, если фотон прошел через вертикальный поляризатор, то мы очевидно можем заключить, что это была вот эта вот логическая единичка, то есть фотон под 45, да? Потому что горизонтальный через него не проходит. Вот. Таким образом, некоторые из этих состояний мы можем измерить. Ну и, собственно, это и будет тем самым секретным ключом, который мы распределили. Что же получается, если вмешивается злоумышленник? Если злоумышленник ограничен просто проекционными измерениями, то есть он ставит какой-то поляризационный световидитель, который говорит о том, ну, в общем, да, пытается, если злоумышленник каким-то образом значит измерять наше квантовое состояние, то в общем случае он не может это сделать без их возмущения, да? И вот те исходные квантовые состояния, которые Алиса пересылала, они станут другими после вмешательства Евы. Бог делает то же самое, что и всегда, и он получает, опять же, какую-то битовую последовательность. Но из-за действия Евы эта последовательность, она уже будет не такой, как она была изначально, какой бы она была, если бы никто не вмешивался, а она будет с ошибками. И потом Алиса с Богом могут случайную какую-то выборку из этой последовательности открыть и сравнить между собой. насколько она совпадает. Если ошибок нет, то значит все хорошо, у вас система работает так, как и должна. Если же есть ошибки, то это свидетельствует о том, что кто-то мог вмешиваться в эти квантовые состояния. Ну и здесь логика в том, что и Ева, и Боб, они могут как бы случайным образом некоторые фотоны, некоторые квантовые состояния правильно измерять. но вся игра заключается в том, что вот эта вот выборка, она у Боба и у Евы, она независимая. Какие-то фотоны Ева угадала, но Боб не обязательно угадает именно те же. И получается, что всегда есть, остается возможность передавать секретные сообщения. Более того, кроме вот такого случая с проекционными измерениями, когда Ева вносит просто ошибки, она иногда неправильно определяет фотоны, и это приводит к ошибкам на стороне Боба. Можно измерения организовать более совершенным образом, это уже не проекционное измерение, а измерение общего вида, ПОВМ, которое позволяет различать квантовые состояния без ошибок. То есть у Евы, Ева может сделать такой черный ящик, вот это вот измерение, у которого три исхода, ну, для, например, полиализации фотона. Она может различить вот эти два неортогональных квантовых состояния, но неизбежен еще третий исход, когда у нее неуспешное измерение, и она ничего сказать не может. То есть если бы вот эти ПСи1 и ПСи2 были бы ортогональными, тогда Ева бы смогла их безошибочно различать без вот этого третьего варианта. Но поскольку они в квантовой криптографии используются неортогональными, то всегда есть вероятность вот этого исхода, когда мы ничего не можем сказать про систему. Но в таком случае Ева может просто пропускать все те фотоны, которые ей удалось измерить, и блокировать все те фотоны, которые ей измерить неуданно. Поэтому такая атака, она, в общем, является настоящей угрозой для протокола на двух неортогональных квантовых состояний. Что еще сразу хочется сказать, то что вот количество состояний, которое таким образом можно различать, оно равно размерности нашей квантовой системы. То есть если мы имеем дело с одним кубитом, двумерной системой, которая является, например, поляризацией фотона, то максимум, сколько мы можем различить состояние, это два. Если мы хотим различать больше двух квантовых состояний, тогда они становятся линейно-зависимыми, и такую схему измерения сделать принципиально невозможно. Ну, если бы размерность более, если размерность больше изначального квантового состояния, то, соответственно, вот такая размерность, столько мы можем состояние различать без ошибок. Оказывается, что это еще не все. На самом деле есть более общая стратегия подслушивания, и она заключается в том, что Ева не просто делает измерение состояния в канале, а она делает более хитрую вещь. Она берет свои какие-то квантовые состояния, вот эти вот ки Евы, и она проводит некоторую унитарную операцию между квантовыми состояниями в канале, которые идут от Алисы к Богу, и своим этим дополнительным квантовым состоянием, его сейчас называют анциллой. То есть Ева делает некоторую операцию, которая связывает состояние в канале с ее анциллой. И в итоге получается некоторое запутанное состояние. Здесь вот этой палочкой над буквой Пси я обозначил квантовое состояние, которое уже видоизмененное. Потому что понятно, что такая унитарная операция, она приводит к тому, что исходное состояние немножко портится. Но зато они становятся перепутанными с анциллой Евы, и измеряя эту анциллу, в конце концов, Ева может получать некоторую информацию о том ключе, о тех битах, которые были доставлены от Алисы до Бога. Здесь может быть несколько разных подходов. Первый подход это индивидуальная атака. Когда каждую вот эту анциллу Ева делает, чтобы она взаимодействовала с квантовым состоянием в канале, и дальше она проводит ее измерения. Такой подход изрядно ограничен, потому что, ну, грубо говоря, с каждым квантовым состоянием Ева работает как бы независимо. Хотя на самом деле можно было сделать более эффективно, используя все квантовые состояния вместе. Такая атака называется когерентная атака. Она предполагает, что все те квантовые состояния, которые передавались от Алисы к Богу для формирования ключа, они все были в доступе у Евы одновременно. И Ева могла к ним прицепить какие угодно там анциллы и дальше сделать коллективное измерение над всем тем квантовым состоянием, состоящим из анцилл, которые она использовала. Такую атаку не очень понятно, как реализовать и довольно трудно анализировать. Но, к счастью, оказывается, что по своей силе такая когерентная атака она эквивалентна так называемой коллективной атаке, которая третья. Она предполагает, что Ева для каждого квантового состояния в канале делает одинаковые преобразования. То есть она одинаковым образом подцепляет анциллу, делает вот это унитарное преобразование и в конце концов она копит все вот эти вот свои видоизмененные анциллы в квантовую память. Потом, когда протокол закончен, она может сделать коллективное измерение для всего этого, всего, что хранится в квантовой памяти. И таким образом она может... То есть вот такая атака она наиболее оптимальна является. Но вот хорошо, что она по силе эквивалентна когерентной атаке, когда все состояния присутствуют одновременно. Что можно сказать про такую атаку? Для этого надо немножко... Из теории информации есть такая штука, которая называется граница Холева. Но сразу скажу, чтобы ее определить, нужно ввести понятие энтропии фон Неймана. Это, по сути, очень похоже на энтропию Шеннона, но оно для квантовых состояний, а не для классических каких-то случайных величий. Квантовое состояние описывается в матрице плотности. К сожалению, это немножко выходит за пределы того обзора, который Котти делал. Но надо понимать эту формулу очень просто. Если мы возьмем некоторую матрицу плотности и диагонализуем ее, то есть найдем все собственные значения, то для этих собственных значений вот эта формула действует точно так же, как Шенноновская энтропия. То есть все эти собственные значения это как бы вероятность получить систему в разных состояниях. В частности, если мы берем чистое состояние, то у него одно только собственное значение, отличное от нуля в матрице плотности, и оно равно единице. Таким образом, энтропия, связанная с чистым состоянием, она просто равна нулю, потому что никакой неопределенности в нем нет. Мы знаем, какое это квантовое состояние. Если же у нас квантовое состояние, например, полностью смешанное для одного кубита, то матрица плотности выглядит просто как единичная матрица, деленная пополам. И в таком случае мы по этой формуле получаем один вид информации. В смысле, не один вид информации, энтропия фон Неймана равна одному биту. Теперь, что такое граница Холева? Если мы представим себе квантовый канал, в котором мы передаем n, ну, можем передавать n разных квантовых состояний с определенными вероятностями. Каждое из квантовых состояний описывается своей матрицей плотности. То тогда максимальное количество доступной информации, которую мы можем из этого канала извлечь, оно определяется вот этой формулой. ДС от Ро это вот энтропия фон Неймана. Да, Ро общее это как бы сумма всех ну понятно, это матрица плотности, которая ассоциируется вот с тем ансамблем квантовых состояний, которые вы можете по каналу передавать. Ну и в частности, что нам нужно от этой формулы? То, что в случае для нашего квантового канала вот с двумя квантовыми состояниями, как мы здесь предполагали, эта формула сильно упрощается, вот этого второго слагаемого здесь вообще нет, потому что каждое состояние, которое есть в канале, они чистые, соответственно, никакой энтропии с ними не связаны. Вот, и в итоге мы можем получить простую формулу для этой границы Холева, то есть сказать, сколько бит мы можем из этого канала в среднем извлекать. Если бы квантовые состояния, ну, не буду, наверное, через эти формулы, эта величина, она связана со скалярным произведением двух квантовых состояний, которые могут быть в канале. Если состояния ортогональные, то их скалярное произведение равно нулю, и мы можем получать по одному биту информации за каждую посылку. Если же состояния неортогональные, например, вот как в случае с этими двумя поляризациями по 45 градусов, то максимум информации, сколько мы можем извлекать из такого канала, это вот примерно 0,6 бита на каждую посылку, из-за того, что они неортогональны. И вот эта граница Холева, она ограничивает возможности евро. Теперь, как я уже сказал, измерения с определенным исходом, это серьезная угроза для такой криптосистемы с двумя квантовыми состояниями. Но, к счастью, в 1984 году, собственно, это первый протокол, который был предложен квантовой криптографии, было показано, что на четырех квантовых состояниях можно сделать криптосистему, которая действительно является стойкой. Чем она лучше? Потому что четыре квантовых состояния невозможно различать безошибочно, если это один кубит. Идея очень простая, что мы берем два базиса, либо вертикальный и горизонтальный, либо то же самое, повернутое под 45 градусов. И передаем наши биты информации, просто случайные Алиса выбирает каждый раз и базис, и бит информации внутри этого базиса. Она их передает, а на приемной стороне Боб также случайным образом выбирает, каким поляризатором это меряет, либо ориентированным под вертикально-горизонтально, либо под 45 градусов. Если базис у Алисы и у Боба совпал, тогда очевидно, что то, что Алиса передала, то и Боб и зарегистрирует. Таким образом, просто после передачи блока данных Алиса с Бобом должны сравнить базисы, которые они использовали, и в тех битах, где базисы совпадают, мы получаем так называемый просеянный ключ, вот это сифтедки. Такая система была доказана неоднократно, что она действительно является секретной, и для нее есть очень простой критерий секретности. Если Алиса с Бобом наблюдают количество ошибок меньше, чем 11%, то тогда это значит, что с помощью неких манипуляций Алиса с Бобом могут получить секретные ключи, которые гарантированно защищены от подслушивания. То есть, если число ошибок, если доля ошибок не очень большая, это значит, какими бы манипуляциями Ева не пользовалась, она все равно не может получить доступ ко всей битовой последовательности, которая была перед нами. Если же число ошибок слишком большое, то есть Ева как бы могла сильно, значит, видоизменить квантовое состояние, то тем самым она же и получает больше информации о том, что передавалось. Вот. Ну, есть, наверное, да, про это я не пропущу. В общем, есть, оказывается, конструктивная атака. То есть, доказательства секретности, они выглядят так, что, что бы мы ни делали, мы можем доказать, что количество информации, которое утекло Еве, оно не превышает, значит, определенную долю. И мы можем из того, что передалось, восстановить, значит, некий секретный ключ. Оказывается, что можно и с другой стороны к этой границе подобраться, можно просто построить конкретный вот этот унитарный оператор, который Ева выполняет между своей ансилой, вот этой Е, и состоянием в канале. Такое, что бы потом при коллективном измерении всего этого дела она получила максимум информации. Оказывается, что эти две границы, они сходятся, и вот эта формула для скорости генерации секретного ключа. Ну, собственно, формула очень простая. Да, P с чертой это вероятность того, что мы вообще получили какой-то исход, то есть вероятность того, что детектор сработает, что мы угадали базис, и вот мы получили, значит, бит сырого ключа. Но вот из этого бита сырого ключа, вот из этой единички, нам надо вычесть, во-первых, границу Холева, то есть это та информация, которая могла потенциально утечь Еве. мы должны ее, значит, вычесть оттуда, потому что понятно, что информацию Еве надо вычищать, та, которая могла стать доступной Еве, надо вычищать из того, что мы считаем секретным ключом. И также надо еще потратить вот это H от Q, это Q это доля ошибок, которая наблюдается, H от Q это та доля информации, которую нужно потратить на очистку ключа от ошибок, потому что какая бы ни была экспериментальная установка, все равно ключи, они даже в идеальном случае, они будут немножко отличаться, просто из экспериментальных неточностей. Соответственно, ключ придется уменьшить и за счет этого исправить ошибки. Ну и конечная формула оказывается вот такая единица, 2H от Q, то есть то же самое, что она дает нулевой результат при Q равном 11%. Если ошибок меньше, чем 11%, значит мы имеем какую-то секретную информацию. Если ошибок больше, чем 11%, к сожалению, схема не работает, да, надо идти и сказать, что с ней не так. Про что еще хочется сказать? Да, то есть мы до сих пор разговаривали просто про идеальную систему квантовой криптографии, которая распределяет ключи и основывается на одиночных потонах, которые мы передаем. Что еще нужно, чтобы эта вся штука работала? Во-первых, нужен генератор случайных чисел. Я говорил, что Алиса просто случайным образом выбирает каждый разбитый и их передает. Чтобы это все было секретно, нужна действительно настоящая случайность, а не какая, ну то есть можно сымитировать какую-то случайную последовательность с помощью какого-то детерминистического процесса. Так, например, работают компьютерные генераторы случайных чисел. Но этого недостаточно, потому что понятно, что такая последовательность может быть предсказуемой. Если у кого-то есть точно такой же генератор, он будет выдавать ту же последовательность и, собственно, никакой секретности гарантировать нельзя. Ну и задача про то, а как удостоверить, что генератор действительно генерирует случайные числа, на самом деле решения не имеет. То есть надо брать изначально что-то, что заведомо случайное. Потому что если кто-то вам продал коробочку и говорит, она генерирует идеальную случайную последовательность, то действительно последовательность может выглядеть абсолютно как случайная последовательность, но при этом быть полностью детерминистическим. И у него может быть где-то в заначке вторая точно такая же коробочка, которая генеет ровно ту же самую последовательность. Ну и для этого идеально подходит как раз квантовая система, потому что в отличие от классической физики, где все траектории интегрированную, можно посчитать конечный ответ. В квантовой механике, как уже Костя объяснил, там этого нету даже с точки зрения теории. То есть нет скрытых переменных, которые покажут, ну, по крайней мере, локальных скрытых переменных, строго говоря, которые покажут, куда полетит фотон на светоделитель. Ну и на квантовых принципах поэтому естественным образом делать генераторы случайных чисел для квантовых рептограмм. Второй момент, это общение Алисы с Бобом по классическому каналу. Алиса должна каким-то образом удостовериться, что она действительно разговаривает с Бобом, а не с кем-то еще. Потому что атака вот такая, человек посередине, да, Мэн Эльдомир, ее никто не отменял, и для, то есть, системы квантовой криптографии, они никак не могут решить вот эту проблему. Если вы не знаете, с кем вы общаетесь, да, вы звоните по телефону, вам кто-то отвечает, но у вас нет способа проверить, кто это, тот, с кем вы хотели поговорить, или какой-то злоумышленник, то, соответственно, ничему доверять нельзя, да. Ну, к счастью, эта проблема, она решается более-менее стандартными способами в классической криптографии, и здесь просто надо применять те же самые методы и в квантом. Реальная система, как выглядит? Алиса стартует с большого блока случайных чисел, которые генерируются, да, желательно, квантовым генератором случайных чисел, и передает много-много квантовых состояний. Большая часть из этих квантовых состояний, она теряется где-то в канале и никогда не будет зарегистрирована Богом. Вот, поэтому доля дошедших фотонов, зарегистрированных, она существенно меньше, да, чем было передано. Вот, дальше Боб говорит Алисе, что же ему удалось принять, да, в каких битах у него вообще что-то получилось. Потом надо проверить уровень ошибок и дальше прокрутить некоторые алгоритмы для чистки этих ошибок и дополнительного сжатия ключа, чтобы как раз исключить все возможные корреляции с тем, что Ева могла намерить. Вот, и таким образом вот из огромного блока случайных чисел в конце концов получается, ну, довольно скромный по размеру секретный ключ. Но, в принципе, очень многое не надо, да, то есть несколько сотен бит достаточно для того, чтобы потом использовать блочные шифры и с помощью этого ключа шифровать все, что угодно. Вот, ну и немножко хотелось бы еще под конец поговорить про проблему практического применения этих всех штук. То есть вот то, что я говорил до сих пор, да, там везде я предполагал, что мы используем идеальный однофотонный источник, который, с помощью которого мы дальше моделируем разные состояния и их передаем. На самом деле вот этот компонент, он является довольно критичным и хороших источников одиночных фотонов. Ну вот они только сейчас вроде как стали появляться, но все равно, в отличие вот удобных лазерных импульсов, это какая-то большая система, обычно с охлаждением там почти до абсолютного нуля. Вот, и ну реально очень хороших источников одиночных фотонов в нужном качестве для криптографии их практически нет. Все хотят использовать когерентное состояние, но в таком случае, ну или слабые, ослабленные когерентные импульси. Оказывается, что вот эта подмена одного другим, она приводит к полному развалу всех доказательств секретности, потому что вместо идеальной однофотонной системы, то есть одного кубита в случае поляризации, мы имеем дело теперь с некоторой классической волной. Вот, число фотонов в ней, как уже говорилось сегодня, оно распределено по плашсону, то есть даже если мы очень сильно ослабим лазерное излучение, то мы не можем сделать так, чтобы там больше одного фотона не попадалось. А как только у нас есть два фотона в импульсе, то сразу Ева может один забрать себе, а второй долетит к Бобу. И таким образом, не делая никаких ошибок, Ева сможет получить доступ к информации, которая передавалась. Вот, ну и здесь сразу получается, что, во-первых, тогда четырех состояний становится недостаточно, потому что любое когерентное состояние это бесконечно мерная система. В отличие от одного кубита, который двумерный. И как я уже говорил, четыре состояния ББ84 для одного кубита различить безошибочно невозможно. Но если у вас есть, если у вас носитель является слабым когерентным состоянием, то это более чем возможно, и, собственно, это и является такой большой проблемой для криптографии. Вот здесь показано, как надо атаковать такую систему в том случае, если используется слабый когерентное состояние. Ева просто делает свою измерительную установку, которая пытается различить вот эти четыре состояния, которые теперь уже не являются линейно-зависимыми. Вот, она может это сделать, и если она успешно измеряет состояние, то оно просто перепосылается к Бобу. Если же ей не удалось измерить, тогда она просто его блокирует и делает вид, что это потери в канале. И таким образом, она может получить доступ ко всему ключу. Вот, ну, и вероятность вот этого исхода, она естественным образом зависит от среднего числа фотонов в импульсе вот здесь по оси Х и от числа информационных квантовых состояний, которые мы используем. Чем больше квантовых состояний, тем меньше шансов у Евы их безошибочно различить. Для n равно 2, здесь, ну, вообще получается, что всегда можно сделать с хорошей вероятностью, и какую бы систему вы ни сделали, такая атака всегда возможна, она приведет к успеху. Для n равным 4, все как бы на грани, да, то есть как бы скорее можно, чем нельзя. Вот, если увеличить чуть больше, если взять n равное 8, например, то вероятность уже становится такая маленькая, что, ну, это будет сильно заметно в работе системы, да, то есть если у вас скорость генерации ключа сильно-сильно уменьшилась по сравнению с тем, как это происходит обычно, тогда как бы действительно может быть, Ева вас атакует этим способом. Собственно, что же может быть сделано, чтобы повысить стойкость практических систем к всяким манипуляциям, связанным с тем, что вы используете не конгерентное состояние, а не одиночные патроны. Первое, вполне естественно, это повышать число квантовых состояний в канале. Чем больше квантовых состояний, тем больше вы проблем для Евы создаете. создает. Оказывается, что этого, в принципе, не очень достаточно, потому что Ева может все равно делать некоторые атаки типа разделения по числу фотонов. Поэтому обычно еще используют так называемое состояние ловушки. Дикой стоит протокол. Но, оказывается, есть и другие варианты, которые также были предложены. То есть вот тот исходный протокол B92, с которого мы начали, оказывается, что есть вариант, как сделать так, чтобы Ева не могла его атаковать. Он написан в оригинальной статье 1992 года. Каждый может почитать. Ну и можно придумать новые протоколы, которые это позволяют улучшить. Увеличение числа квантовых состояний с 2 до 4 до 8. Дикой стейт – это модуляция квантовых состояний, вот этих когиентных состояний по амплитуде. Это также может помочь, потому что, если Ева атакует, каким бы способом она не атаковала, больше шансов, что она сможет различить более яркие состояния, чем более слабые. Поэтому вы можете искусственным образом не все состояния передавать с одинаковой амплитудой, а некоторые сделать побольше, а некоторые сделать поменьше. И если на приемной стороне вы заметите, что канал отдает предпочтение более сильным квантовым состоянием, которое вы туда запихивали, а более слабые почти все теряет, то это может свидетельствовать о том, что Ева вас атакует, потому что, ну, понятно, что это все в конечном итоге вырождается некоторые формулы, которые говорят о том, что при вот таких наблюдаемых параметрах мы можем гарантировать, что доля однофотонной компоненты, которая дошла от Алисы к Бобу, она равна вот этому. Но по факту это говорит о том, что просто действительно, если канал линейный, то в общем все эти квантовые состояния в нем одинаково распространяются. Если же Ева пытается как-то там манипулировать с ними, отбирать только те, которые ей удалось измерить, то понятно, что красных пройдет сильно больше, чем зеленых. И это будет свидетельствовать о атаке. Вот, ну вот здесь оригинальный протокол B92, наверное, лучше это, там очень хорошо написано в статье, статья довольно старая, и там на пальцах объяснено, как это сделано. Но суть в том, что мы к каждому квантовому состоянию прицепляем классический импульс, который интерферируется вот этой маленькой квантовой частью синенькой. И если квантовый импульс можно потерять, сделать вид, что это потери, то вот этот классический потерять нельзя, потому что он гарантированно регистрируется на стороне Боба. И с помощью вот этого трюка можно сделать так, что Ева, даже если она не смогла измерить вот это квантовое состояние, она вынуждена что-то перепосылать, иначе вы увидите ошибки в канале. И еще одна идея, которой я в том числе занимался, это так называемый релятивистский потокол квантовой криптографии. Опять же, мне тренинг на нем останавливается, но суть в том, что с помощью использования релятивистских ограничений также можно сильно ограничить возможности Евы по подслушиванию и полностью избавиться от этой проблемы, что у нас не однофотонный источник от ингридентного состояния. Два слова про то, что на практике нас сильно ограничивает. Потери в оптоволокне это ключевой момент, почему мы не можем сделать квантовое распределение ключей между континентами, например. Потому что через сотню километров, а то и раньше, фотоны теряются настолько сильно, что уже ничего нельзя распределить. Но при этом еще важна неидеальность детекторов. Потому что если бы детекторы были идеальны, ну подумаешь, он там щелкает раз в минуту. Все равно подождите несколько дней, вы не скребете, значит, битов на секретный ключ. Но беда в том, что однофотонные детекторы срабатывают сами по себе спонтанно, так называемые темновые отсчеты. И совокупность этих двух факторов, потери и темновых отсчетов, приводит к тому, что, в общем, на практике мы не очень сильно ограничены по дальности. И последний слайд про то, что же квантовая криптография представляет собой в широком смысле. Потому что на самом деле это не только распределение ключей, а может быть еще распределение запутанности, всякие просто квантовые коммуникации, в плане, там, если есть два квантовых компьютера, чтобы как-то их замкнуть друг на друга, не знаю, решать общую задачу. Вам надо передавать какие-то высокоразмерные квантовые состояния через канал. В принципе, квантовые коммуникации вот такой задачей тоже интересуются. Всякие штуки типа цифровой подписи, сертификаты, обязательства, биткоммитмент и другие криптографические примитивы также исследуются в плане, можно ли их реализовать с помощью квантовой физики и дают ли они гарантии состоятельности. Всякие сопутствующие технологии тоже активно развиваются с развитием квантовой криптографии. Ну и хочется также отметить так называемую постквантовую криптографию. То есть это асимметричное шифрование, которое предполагается стойким к квантовому компьютеру. То есть те алгоритмы, которые сейчас мы используем, асимметричные, они известно, что хорошо ломаются на квантовом компьютере. Давайте придумаем какие-нибудь алгоритмы, по которых, по крайней мере, мы не знаем, что их можно сломать на квантовом компьютере. Мы можем верить, что это будет так же надежно, как и для асимметричного шифрования, к которому привыкли сейчас. Вот, наверное, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Костя. Пожалуйста, вопросы. 10 минут у нас. Спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос. Все-таки о чем должны договориться Алиса и Боб изначально? О базисе, в котором они будут работать? Вот о базисах, о всех договориться? Они должны договориться вообще обо всем, о протоколе. То есть это включает и то, какие базисы используются. Я не сказал, что там часто вместо поляризации используются например, фазы и кодирование. Если Ева узнает о базисе, в котором работают Алиса и Боб, как я понимаю, вот это ключевое, она может просто перепосылать, переподготавливать те фотоны уже в том базисе, в котором она измерила Бобу, и Боб будет получать те же самые значения. Нет, смотрите, вот если вы говорите про базис, который для каждого фотона в протоколе BB84 используется, то, конечно, Алиса Бобу это не сообщает до того, как все состояния переданы. То есть Алиса просто случайным образом выбирает базисы, то вертикальные, то наклоненные и посылает. Дальше, когда уже Боб все принял и уже никаких квантовых состояний больше нету, Алиса с Бобом говорят, Алиса говорит, какие базисы когда она использовала, а Боб говорит, какие он. И там, где они совпадают, там получаются вот эти биты сырого ключа. То есть эта информация, естественно, не разглашается, потому что если бы она была известна Бобу заранее, то мы бы должны были предположить, что и Еве известна, она бы тогда все это читала. Пожалуйста, еще вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какова должна быть длина последовательности общей передваемой между Алисой и Бобом, чтобы потом на выходе получить ключ в 512 бит? Ну, тут все сильно зависит от дальности, ну, фактически от потерь в канале. То есть обычно, ну, там теряется где-то 4 порядка по меньшей мере. То есть если мы возьмем мегабит исходный, то значит там вот порядка сотен бит мы можем получить вот для таких реалистичных систем. Вот. Но обычно тактовая частота довольно высокая, то есть можно передавать там, не знаю, 10 мегагерц, 100 мегагерц частота посылок, соответственно, там за единицы секунд или десятки секунд вы набьете свой ключ в 512 битв. Понял. Хорошо. Есть еще организация ЕЦИ, которая предпринимает попытки по стандартизации разных отраслей квантовых технологий. Вопрос такой. На территории Российской Федерации предпринимаются какие-то способы по получению стандартов и требований к квантовой криптографии? Да, конечно, предпринимаются. Это тоже отдельное направление. Давайте я лучше… Да, будет после обеда лекция Владимира Ересеева. Он расскажет про как раз, что касается практического применения вот этих систем. Потому что я пытался объяснить только про принципы физические, да, зачем… Коллеги, будет круглый столб, предлагаю там это все обсудить, потому что там будет такой симпиоз и теории, и эксперимента, и вот практических систем. Все, хорошо. Завтра будет круглый столб по квантовой криптографии. Еще. О, Андрей Николаевич. Фигурирует в литературе такое понятие, как квантом интернет. Это в какой квадратик ложится? Что это такое? Затрудняюсь ответить. Каждый фантазирует все, как может. Давайте… Ну, это, наверное, правда, к Володе Елисееву больше вопрос, потому что с точки зрения общих принципов все равно, как вы будете использовать это квантовое распределение ключей. У вас есть инструмент универсальный, который позволяет доказать секретность распределенных ключей. Как вы будете его использовать, это уже вопрос применения, как вы будете строить сети, потому что вы ограничены по расстоянию, надо придумывать какие-то варианты, значит, распределения ключей на большее расстояние. Вот, ну, там много разных вариантов. Я бы сказал, что это голубой квадратик, это там распределение запутанности, протокол и так далее. Ну, я бы сказал, да. Уже такой квантовый интернет вещей, и я не могу ответить. Просто я так понимаю, что там терминология, она настолько не устоявшаяся, что каждый этим словом называет то, что ему хочется, да, подо что он может получить гранты и там делать какие-то исследования. Насколько мне известно, изначально вот это вот словосочетание квантовый интернет, да, было придумано для распределенных сетей квантовых вычислений, когда есть несколько квантовых компьютеров, которые между собой общаются когерентным образом, то есть они передают между собой квантовую информацию, да. Ну да, это распределение запутанности или просто квантовое состояние. То есть, да, идея в том, что организуется квантовая, когда есть квантовый канал связи, по которому передается квантовая информация, да, то есть то, что рассказывал сегодня Костя, как бы, да, это передача классической информации по квантовому каналу. А там именно, да, квантовая информация, и получается, что несколько удаленных процессоров могут работать как один большой квантовый процессор. Вот это обычно. Костя, у меня вопрос. Вот в каком состоянии находится квантовая криптография по открытому пространству, что есть в мире, это можно спросить? Ну да, то есть кроме оптоволоконных каналов, конечно, можно эти фотоны передавать просто в пределах прямой видимости, вот из одного телескопа в другой. Вот, но это сразу позволяет некоторые задачи решить, например, передачи на эти движущиеся объекты, да, то есть там, где невозможно организовать подключение оптоволокона, например, самолет летит, пролетает над городом, сбрасывает, ну, с помощью квантового распределения ключей обменивается ключами с наземным терминалом, и дальше можно шифровать какую-то информацию, передавать ее по классическим каналам. Также перспективной, в принципе, является идея связи со спутником с помощью квантового распределения ключей, потому что спутник – это такая штука, которая летает над всей Землей, да, и обменявшись ключом где-нибудь здесь с ним, дальше он долетает в другого континента, например, там происходит второй сеанс обмена ключами, и если его использовать как вот доверенный узел, да, то есть если вы доверяете тому, что там не сидит спутник и злоумышленник, то вы можете осуществлять распределение ключей в глобальном масштабе. Вот, такие эксперименты есть. Спутник один был запущен китайцами, который, собственно, демонстрирует весь функционал, уже лет пять назад это было. Да, действительно, можно рассудить ключи между Землей и спутником. Ну и не секрет, что там во многих странах идут такие работы, в том числе в Российской Федерации тоже есть попытки запуска терминала на квантовой криптографике космоса. Добрый день. А у меня микрофон. Я хотел спросить по поводу генераторов случайных чисел, вот у вас там проскальзывало. Если его представить как черный ящик, вообще вот можно какой-то придумать критерий, чтобы вот этот критерий говорил, что это истинно случайные числа все-таки или это псевдо случайные? Нет, невозможно. То есть ответ такой, что если вы не знаете, что внутри, простой пример. Возьмите какое-нибудь иррациональное число, например, число пи. Запишите его в виде двоичной дроби. Это будет последовательность бесконечных ноликов и единичек. Так вот, если вы будете пытаться найти в ней какие-то закономерности, то вы их там не найдете. То есть эти нолики и единички, они выглядят как абсолютно случайные биты. Все тесты, которые только можно придумать, они все покажут, что последовательность ничем не отличается от истинно случайных. Однако она детерминистическая. Любой человек может там, не любой, но с помощью калькулятора вы можете вычислять эти биты довольно эффективно. То есть она детерминированная. И с точки зрения внешнего вида никакой разницы невозможно обнаружить, потому что ее нет. Вся разница в том, что либо вы знаете, что у вас там есть какой-то источник случайности, например, какой-то квантовый процесс, который создает эти биты. Либо там никакой случайности нет, а это просто некий алгоритм, который выдает что-то очень похожее. Так что ответ нет. Последний вопрос из аудитории. И у нас один вопрос из талинного сектора. А можно я спрошу? Ой, да. Только давайте 30 секунд, раз микрофон оказался поблизости. Такой вопрос. Вот в большинстве задач квантовой криптографии, как я понимаю, Ева, злоумышленник, ставит себе задачу перехватить какой-то сигнал и какую-то часть информации перехватить. А если она будет ставить задачу именно испортить сигнал, то есть именно испортить, она не желает знать, что в этом сигнале, просто как-то пересылать испорченный уже сигнал и портить. Против этого никогда не могу над этой проблемой? Конечно, если вы топором перелубите световод, то как бы система перестанет работать. А более деликатным образом… Зачем? Зачем? Да, то есть как бы сломать систему можно миллионом разных способов. Просто обычно внедриться в канал и сделать так, чтобы ничего не передавалось. Квантовая криптография, она не гарантирует работоспособность системы. Она говорит о том, что если вы провели сеанс вот этого распределения ключей и определенные соотношения выполняются, то вы можете гарантировать секретность того, что получилось. А понятно, сделать систему, которая работает вне зависимости от того, что в этой вселенной происходит, конечно, так нельзя. Ядерный взрыв уничтожит любую систему квантовой криптографии. Последний вопрос. Хорошо, ладно, спасибо. Здравствуйте. Была новость, что в Китае сделали квантовую сеть на 4600 километров. Вы говорили, что по оптоволокну максимум это 100 километров и дальше сигнал уже затухает. В чем разница между их системой и вот... Как раз разница в том, что это сеть, то есть это сеть, состоящая из узлов, которые расположены на не очень большом расстоянии друг от друга. И как раз вот каждый сегмент на нем используется распределение, значит, квантовое распределение ключей. Вот. Но само по себе, если это узлы сети, это доверенные узлы, то есть вы можете гарантировать, что там никто информацию эту не стыдит, то, соответственно, она позволяет передавать на 1000 километров. Вот. Но это такой подход именно инфраструктурный. Вы создаете сеть, а не просто одну связь между абонентами. Я бы добавил, что квантовая критография это не про длину канала связи, не про скорость передачи данных, а это про секретность. То есть можно сделать сеть любой длины. Вопрос, будет ли она секретная или нет? Таких сообщений очень много. Коллеги, у нас последний вопрос от ранжита Синка. Поскольку все равно уже был вопрос про спутник, то вот вопрос как раз об этом. Насколько эффективны алгоритмы коррекции ошибок при распределении ключа по каналу спутник Земля, так и существует дифракция в открытом пространстве? Ну, потери, соответственно, Дело в том, что алгоритмы коррекции ошибок, они не зависят от того, что является источником ошибок. Просто есть алгоритмы, есть границы. Вы не можете исправить 50% ошибок в битой последовательности, потому что это в принципе невозможно. Это противоречит постулатам теории информации. Поэтому исправление ошибок оно такое, какое есть. Если ошибок мало, вы можете их исправить и получить секретные ключи. Если ошибок слишком много, то это сделать невозможно и никаких гарантий секретности, а то и вообще совпадения того, что вы получили, уже не будет. Неважно, что является источником ошибок. То есть надо делать канал до спутника достаточно хороший, чтобы ошибок было меньше, чем по крайней мере вот эти 11%, а лучше, чтобы их было 11%. Тогда это все будет работать на практике. Спасибо большое. Коллеги, я еще раз напоминаю, что у нас завтра будет круглый стол по вопросам как раз-квантовой криптографии, квантовой коммуникации. Это прекрасный способ задать вопросы в том числе представителям компании, которые производят эту аппаратуру. Спасибо большое. И Константин Сергеевич и всем лекторам этого сегмента. Спасибо. Спасибо.